В Саратове оценили перспективы управления таможенными рисками. На всероссийский семинар съехались представители подразделений контролирующего органа со всей страны. Система управления рисками представляет собой анализ ситуации и выявление тех объектов, которые потенциально могут нарушить таможенные законодательства. Их проверяют, а вот тем предпринимателям, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, дают поблажки. С бизнес-сообществом в сегодняшний момент мы, можно так сказать, дружим. И рассматриваем вопрос выборочности контроля. Вот как раз нам система управления рисков помогает сократить количество, но не сократить самой эффективности контроля. Концепцию управления рисками начали разрабатывать 10 лет назад. Сегодня действует уже обновленная система. Новшество касается, к примеру, упрощенных форм контроля, когда для принятия решения используют не только сведения о товарах, но и анализ того, как конкретные фирмы ведут свою внешнеэкономическую деятельность. Отличий от первого варианта концепции управления рисками не так много, признаются специалисты. Два основных направления. Прежде всего, это учеты интереса бизнеса и понимание того, что теперь Россия работает не одна, а в составе Евразийского экономического союза. Вот эти два основных, два таких глобальных фактора, которые мы сейчас учитываем в своей работе. Сегодня в категорию предприятий, которым таможенники доверяют, попали свыше двух тысяч компаний. В основном это крупные холдинги, которым просто невыгодно применять какие-либо махинации. В отношении таких предприятий установлен минимальный контроль.